На протяжении последних двух лет телеканал Енисей выступал организатором масштабного социального проекта «Сердце-километры». За два года 30 ребят из детских домов края преодолели на велосипедах свыше тысячи километров, чтобы заявить, чужих детей не бывает. Сейчас на Первом Краевом продолжается проект «Наши дети». Один из известных красноярцев, кто принял в нем участие, артист драматического театра имени Пушкина Яков Оленов. Доброе утро, Яков. Доброе утро. Здравствуйте, Яков Игоревич. Расскажите, легко ли вы согласились принять участие в проекте? Потому что, ну, все-таки это такая некая ответственность, очень серьезная. Да, наверное, легко, потому что я вот с детишками из Березовского дома уже, наверное, больше двух лет знаком. И мы готовились и к первому велопробегу, и ко второму, в основном с культурной программой. Хотя участвовали и ребята, которые крутили педали и ехали, вот там, я не знаю, сколько они полностью, есть маршрут или какую-то часть. Но у нас уже два года существует театральная студия или театр просто-напросто детский в Березовском детском доме. И мы сделали два спектакля, третий вот сейчас делаем. И вот этот спортивный, так сказать, праздник, этот пробег мы еще обставляем такими культурными событиями, показываем спектакли. Ребята участвуют с концертами, общаются с аудиторией. Ну и тем самым мы вот как бы делаем из чисто спортивного такого мероприятия еще и просто акцию, где ребята показывают свои таланты и способности. И общаются со взрослыми людьми, возможно, возникают желания усыновить, удочерить, взять кого-то к себе на воспитание. И для моих подопечных это очень важно, вот на самом деле. Должен сказать, что одну девчонку из спектакля «Снежная королева» Валю, такая очаровательная маленькая девочка, она играла принцессу «Снежной королеве». Ну такой вот добрая, которая помогла Герде и карету подарила. Ей тогда было 11 лет, сейчас получается уже 13. Ее взяли в семью, и я так рад, что у нее вот как-то все. Она живет сейчас в Минусинске. Замечательно. Мурашки побежали к нам. Вообще, как дети, среди них есть какие-то прям настоящие такие звезды? Есть. Кому потом прямая дорога, например, вот в академию? Я считаю, что вот Даша, она уже взросленькая, ей сейчас 15, она поет, танцует, она красивая, способная, талантливая, умная очень девчонка. И закончила уже школу, 9 классов. И я надеюсь, что сейчас весной она получит сертификат общеобразовательной школы, что она сдала государственный экзамен. Я попытаюсь ей помочь, чтобы она поступила в наш колледж, училище бывшей искусств, на отделение опереты. И закончив, могла бы быть актрисой музыкального театра или любого, в общем-то. Сейчас нет такой точной градации или классификации. Вот ты закончил это и можешь работать только в этом театре. А почему бы ее не в драму, например, отправить? Может быть, но я вижу, что в ней музыкальные способности очень хорошие. Она танцует очень хорошо, поет хорошо. И как-то вот в этом именно музыкальном плане она более способна. И думаю, что у нее могли бы быть такие большие интересные роли. Большой потенциал в этом направлении. А видите ли вы, насколько меняется ребенок, который наверняка все равно они какие-то зажаты, когда приходят и кто-то, может быть, больше раскомплексовывается? Ну да, 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 конечно. Вот это общение, возможность приобщиться к хорошей литературе, в конце концов, выучить какие-то слова, тексты. Потом мы с ними занимаемся. Не так часто, не так много, но тем не менее. Я им даю какие-то определенные навыки, как развивать речь, потому что некоторые не очень хорошо говорят, бывает так, немножко заторможены. Или наоборот, сильно торопятся. Потому что дети в Березовском доме, они особенные. У них какие-то очень яркие способности есть. Они что-то делают руками, какие-то удивительные совершенно поделки. У каждого есть какие-то таланты. Кто-то хорошо рисует, кто-то хорошо там сочиняет. Но они в категории таких особенных, очень, мне кажется, творческие, с большим потенциалом детей. И я хотел бы помочь, ну, кому возможно, чтобы они адаптировались в нормальный социум, получили нормальную профессию и потом жили нормальной человеческой жизнью. Они были закрыты вот в неком своем таком замкнутом мире. Что вы еще планируете сделать в рамках вот участия в проект? Я планирую сам поехать на велосипеде летом, если вдруг получится. Между спектаклями. Мы же июнь еще работаем в театре. А пробег начинается 1 июня. Если получится, я бы сам покрутил педали. И с ребятишками поучаствовал в некоторых таких культурных программах. И даже в мастер-классах, если это возможно, я бы мог показать там некоторым ребятишкам, что надо делать, чтобы там развить речь, допустим, как развить память, в конце концов, как запоминать тексты, как свободно себя чувствовать на сцене. Потому что я сам тоже родом из детства, как и каждый из нас. Я тоже занимался когда-то в драм-кружке. Я до 17 лет не выговаривал букву «Р». Но потом с помощью различных тренировок, и вот сейчас даже работаю на радио и на телевидении. Кто бы мог подумать. Да. Ехал грека через реку. Три месяца подряд, и «Р» получился. Ну тогда уж Яков ехал через реку, приехал к нам. Скажите, а относительно того, какой материал сейчас, вот до этого была «Снежная королева», сейчас что-то теперь готовится? Потом мы сделали «Красную шапочку» мюзикл. Да. Мюзикл. Мюзикл, там много песен, танцев. Что там у тебя, пирожки? Да, не считаю вроде того. Нет, много песен и танцы. И вообще это очень интересная получилась постановка, живая, яркая. Многие уже посмотрели, и мы здесь показывали, в городе, дважды этот спектакль. Он пользуется успехом. А сейчас делаем царевну Несмеяну. А вот нет желания замахнуться на какой-то более серьезный материал? Я не хочу сказать, что там на Гамлета, но, скажем, где реальные, допустим, дети? Может быть, действительно что-то, я имею в виду, помимо сказки, может быть, какой-то прям спектакль про людей? Серьезный, да? Да. Ну, возможно, но я не думаю, что этот материал был бы для них, во-первых, интересным. Потому что в основном все, кто в этой группе, это где-то возраст 10, от 9 до 13 лет. Ну, важно, чтобы материал был понятен, доступен. Чтобы был понятен, интересен, и чтобы можно было в нем как-то раскрыться. Я думаю, что нет там еще необходимости философски напрягать мозг. Да, для того, чтобы сделать какую-то такую глобальную постановку. Ну что ж, большое спасибо. Яков Оленов, артист драматического театра имени Пушкина, член жюри проекта «Наши дети» был у нас в гостях. Ну, а мы напоминаем, что проект «Наши дети» проходит при поддержке «Красцветмета». При поддержке «Красцветмета». Продолжение следует... Продолжение следует...